Врата Торы, так и называется, это глава в книге путеправедников, к которой мы с вами пришли, потому что слова Торы это как свежий воздух, как лучи света в темном царстве, которые освещают мозги и души людей по всему миру, слава Богу нас смотрят со всего мира, люди просвещаются, то есть мы занимаемся просветительской деятельностью, как помните в мультите? Мы свое призвание не забудем, свет и радость мы приносим людям, вот это вот надо песню сделать в Айкрае, это мы свое призвание не забудем, свет и радость мы приносим людям, да? Яков Шатадин, вот у нас один из, можно сказать, трагин, духовный лидер Вайкра, Яков Шатадин, все, если какие-то вопросы, то пишите обязательно Якову, задавайте вопросы, у нас в сайте есть Тора Трон, спасибо Грише Григорию Цибульскому, который, он у нас операционный директор Вайкра, и вот он сделал бот, такой, в котором вся информация собрана, все циклы уроков, у нас тысячи, тысячи, тысячи уроков, 160 тысяч подписчиков, если в общем взять в соцсетях, в месяц более 30 тысяч часов изучения Торы, то есть слава Богу, двигаемся, развиваемся, сейчас набираем обороты, сегодня будет у нас собрание с Божьей помощью, и мы будем планировать, как дальше, вот Гриша тоже у нас на связи, будем планировать сегодня, как дальше развиваться, прям, нам нужен миллион часов, миллион часов, мы сегодня будем планировать, как мы придем к миллиону часов в месяц изучения Торы, и это очень важная, такая большая цель, и так как мы с вами партнеры, что придется, значит, я работаю на съезд, вот, или Татьяна, придется, чтобы миллион обретить, целый день смотреть. Хорошо, значит, мы дошли до глава Тора, сегодня мы узнаем, почему нужно смотреть 40 целый день, значит, для того, чтобы постигнуть Тору, еще раз, Тора это учение, которое идет от Всевышнего Творца, бесконечного Творца Мироздания, трансформировать через духовные миры, этих духовных миров есть 4 мира, 10 сферот в каждом мире, и вот этот Божественный Свет, значит, этот Божественный Свет, он трансформируется, в итоге он приходит к, вот, письменная Тора, да, есть 5 книжек, о которых Машер Абейна Моисея записал, 5 книжек, то, что он получил от Бога, потом добавлялись книги других пророков, потом добавлялись Писания, и все это вместе зафиксировалось, и это называется Тора, и устная часть Тора, которая передавалась устно, только она передавалась устно от учителя к ученику, и потом была записана, в 120 году нашей эры, Рабиудан Анаси записал устную Тору тоже, назвал это Мишна, но что интересно, смотрите, да, была такая секта в иудаизме, крестьяне они назывались, они просто, ну, изначально были 300 лет секта, направления в иудаизме, которые очень любили своего основателя, учителя своего, и они, значит, они учили ту же самую Тору, но потом они отошли от Торы, и назвали себя христианством, отдельная, как бы, стали религия, так вот, они взяли вот эти вот книги, которые до 120 года нашей эры, они все книги взяли и назвали их Библия, да, назвали их Библия, там, как-то они Ветхий Завет, Олд или Старый Завет, или еще какой-то, они как-то, они Завет, и что-то добавили, я что добавили, не читал, но они взяли, у них три четверти книг, это Тора, которая у нас, то есть они, кроме Устной Торы, взяли все, а вместо Устной Торы написали Новый Завет, вот примерно вот так они, если взять схематично, поступили, чтобы было понятно, между разницей между христианством и иудаизмом. А ислам, он уже в 600 году почитали они то и другое, поучили их основатели, да, кто был, и потом решили, что не будут брать эти книги, потому что они были для них непонятно написаны, греческий перевод, все такое они подходил к менталитету, и они создали на той же основе тот же самый Бог, Творец Мироздания, те же самые принципы, принципы не отличаются вообще, принципы вообще не отличаются, ни в христианстве, ни в исламе, ни в иудаизме, основные принципы на 90% идентичны, значит, на 90%, на 10% есть у каждой религии, есть разница, кто главный, кто главный, кто во главе, но Бог у всех во главе, то есть это называется авраамические религии, то есть установил контакт с Богом Авраам, прадец Авраам, и дальше Авраам, он передал всему миру, вот что Бог один, един, Бог добро, Бог хочет добра, Бог хочет, чтобы мы помогали друг другу, все, и, значит, ну мы с вами изучаем Тору в чистом виде, то есть копирайт Тора, которая передавалась из поколения к поколению от Машей Рабейна, вам повезло, что вы, нам повезло, всем нам повезло, что мы именно можем коснуться к оригинал, вот это вот первое, такая, самое проверенное, когда 600 тысяч человек вышли из Едипта, то есть интересно, что иудаизм подтверждают все религии, и христианство, и ислам, они говорят, да, было дело, были все пророки, был пророк Моисей, был Авраам, был Искак, был Яков, вышли из Едипта, получили Тору, то есть здесь нет никаких сомнений, как бы корень этот иудаизм, то, что это основа, подтверждают и христиане, которые взяли все эти книги себе, как святые, и ислам подтверждает, что действительно было дарование Торы, и Бог открылся евреям на народу, потом они говорят, что евреи не справились, но евреи, мы говорим, нет, мы справились, мы справились, вот до кастырства мы вернулись, Бог нас простил, мы в Израиле, две тысячи лет прошло, мы в Израиле, Иерусалим, Тору соблюдаем, все, как вот было буква в букву, как Машар Абейнов сказал, так мы и делаем, ничего не поменялось, ничего мы не отошли от Торы, никому мы не, Всевышнего не изменили, Всевышний, как заветы своей Всевышний не меняет, это сказал сам Бог, поэтому мы изучаем Тору. Итак, значит, мы вчера остановились на том, что те, которые изучают Тору, очень важно, чтобы было изучение Торы ради Бога, ради Всевышнего, то есть само намерение должно быть для того, чтобы с помощью Торы соединиться со Всевышним, и чтобы Всевышний открыл понимание, потому что все-таки каждый человек пользуется механизмом, он пользуется своим интеллектуальным аппаратом. И тут могут быть ошибки, могут быть ошибки, потому что, знаете, как здесь шутка такая, что когда человек разговаривает с Богом, это называется молитва, а когда Бог разговаривает с человеком в наше время, это называется диагноз, да, диагноз, то есть кодорасстройство психики. Так говорят психиатры и психологи разные, но вот где здесь все, действительно, ну вот я знаю, например, что я чувствую, как Всевышний со мной разговаривает, прямо вот голос истины, да. Вот тут написано нам, что нужно быть, главное здесь намерение, намерение, чтобы Всевышний открывал, как говорил царь Самон в Мишле, он говорил так, что Бог дает хохму, Бог дает божественную мудрость. И от него дает это познание, как бы постижение, и твуна, и логика, сообразительность. Значит, и вот там есть в притчах целая глава, посвященная тому, что если ты будешь хотеть постигнуть Тору, постигнуть божественную мудрость, как люди хотят заработать денег, и если ты будешь так стремиться к Богу, как люди стремятся находить какие-то сокровища, Аз тогда, Тавина и Раташем, тогда ты поймешь и трепет перед Богом, Ведаат и Лаким Кимца, и познание Всесильного ты найдешь. Поэтому самое главное здесь вот это намерение. Но так же поступали все наши учителя, от поколения Маше до поколения Иешуа Бенуна, и от поколения Иешуа Бенуна до старейшин, пророков, мужа Великого Собрания, Таной, ну это все идут передачи, названия мудрецы, в каждом поколении у них были свои особые названия, и они много занимались Торой, душу свою отдали ради нее, то есть они были полное самопожертвование, у них кроме Торы не было ничего, они ни на секунду не отвлекались, не было у них никаких интересов, поэтому каждый, кто знает вот этих вот мудрецов, которые руководители мира Иешив, например, это есть Иешив, это как академия, где учат Тору нон-стоп, и вот тот, кто видел хоть раз внутри, не тех, которые по улицам ходят, там надели типу на себя, шляпу, песен приклеили, бороду отрастили, и ведут себя не по-религиозному, да, те люди, они как бы, то есть они одеты как религиозные, нельзя отрицать, они выполняют какие-то заповеди, нельзя отрицать, но то, что они не являются отражением вот этого вот сердцевины Торы, это факт, то есть сердцевина Торы, люди, которые по-настоящему вот из поколения в поколение сидят в бункере, они вообще, кроме Торы, они не видят ничего. У меня сын учился в Иешиве, и там учились из семьи, какой есть великий бог мудрец Баба Сали, Баба Сали, он такой, если вы посмотрите, в Израиле, он висит его портрет во многих очень восточных ивреях домах, он был великий праведник, такой вот у него в капюшоне, в такой он почти не видно его лица, это семья такая, есть Ралина Абухацира, они из Марокко, такие очень носители традиций, в бельведе каббалисты, то есть чудотворцы там и все, так его вот, у меня сын учился в Иешиве, его там, ну, правнуки, правнуки, они учились в этой же Иешиве. У них традиция, что они не могут ничего видеть вообще, чтобы вот их зрение, да, не было наполнено всякими непонятными вообще картинками, их привозят в такой закрытой машине, они выходят, они очень богатая семья, у них там сотни-сотни миллионов долларов, но они при этом занимаются только Торой, и они не смотрят вообще никуда, вот так у них все закрыто, они учат Тору, почему? Потому что когда у человека вот такая сосредоточенность на Торе, и ничего другого он не видит, у него невероятная сила молитвы, у него такая сила молитвы, то есть его, сейчас же все говорят, куда идет внимание, туда идет энергия, там Джо Диспенза, все вот эти вот психо, там квантовые психологи, нумерологи и так далее, они говорят, что сила и мысли человек может там влиять на свое будущее, но человек, у которого, у него просто голова вот так, у него такие раскадровки все время информационные, у него нет силы мысли, а тот, у которого стопроцентное самопожертвование, и он кроме Торы, ни на одну секунду не отвлекается ни на какую мысль, то его сила мысли, она просто меняет, она просто меняет духовный мир, меняет основы, и оказывает невероятное влияние. И вот написано в Перте вот, что потому, и мы открыли стайные учения и секреты мудрости, что они использовали, есть 48 качеств, посредством которых приобретается учение. Значит, мы сейчас не будем их изучать, есть, значит, Перте вот, вы можете погуглить, найти, были мои уроки по Перте вот тоже. И там есть шестая глава, шестой отрывок. Шестая глава, шестая мишна, там перечислены 48 качеств, посредством которых приобретается Тора. И если эти вот качества все используют, то есть они, представляете, Тора это некое знание, которое идет от Бога, потом оно трансформируется через духовные фильтры, которых 4 мира, в каждом мире по 10 сферот. И вот этот свет божественный, он преображается, преображается на нижнем уровне, он выливается в пятикнижие, да, Моисея Тора, и все остальные, тот же Куэлит, это тоже Тора Экклезиаст, притчи царя Соломона, это Тора, псалмы царя Давида, это Тора, то есть выходит, трансформируется в виде каких-то мыслей, на иврите 22 буквы, которыми Бог сотворял мир. Теперь вот эти вот 22 буквы на иврите, это как формулы такие. И человек, который присоединяет свой интеллект к этим формулам, а что такое интеллект человека? Интеллект человека, это тоже фильтр, который соединяет его душу с внешним миром. И вот нам интеллект в детстве наполнили взлети с кострами, синие ночи, значит, пусть бегут неуклюже, пешеходы по лужам, и вода по асфальту рекомы. То есть у нас очень полезно заполнены все эти фильтры, и мы фильтруем, фильтруем окружающий мир сквозь призму вот этого вот фильтра. Вот я недавно понял, что мне тяжело, например, кому-то делегировать. Почему мне тяжело кому-то делегировать? А у меня же есть помощник, который из Америки, ему легко почему-то всем делегировать. Я думаю, о чем мне так тяжело кому-то поручить что-то, а ему легко. Потому что потом я понял, что он там воспитывался в Америке. Там очень закон, там люди стараются жить по закону, потому что там налоги не заплатил в тюрьму, там украл. Ну, то есть у них есть очень с детства приучают человека, что нарушил закон, будет проблема. Я жил в Харькове, да, а в Харькове у нас чуть-чуть по-другому нас воспитывали, что там в спортинтернате. То есть есть у меня к миру изначально очень подозрительный подход. А потому что я там с детства до возраста там 25 лет, когда я жил мне в мире Торы, да, у меня все время вот этот подход, он мне был необходим для выживания. Я привык смотреть на мир очень подозрительно. А если ты смотришь на мир очень подозрительно, то ты изначально видишь возможности все, где там этот кому-то делегируешь что-то, да, он может напортить. Понятно, да? А он смотрит на мир с другой ракурса, да, человек во мире, то есть ты поручил, ты получил, не получил, значит подал суд, права защиты, прав потребителей, все. То есть он не боится поручить кому-то, потому что по его предположению в его фильтре у него будет результат позитивный, поэтому он и не боится. А я говорю, не-не-не, а я вот опасаюсь, мне тяжело кому-то поручить. Это меня, то есть понятно, да, в чем-то оно меня спасает, в чем-то оно меня тормозит. Теперь Тора, когда человек изучает Тору, то он заполняет свой интеллектуальный аппарат вот этим вот знанием, как работает мир, что в нем можно делать, что в нем нельзя делать, как оно все работает. То есть начинается просто даже книга Борисшит, первая мира, первая книга сотворения мира. Он читает, вот представьте, ребенок, начинает изучать. Вначале Бог сотворил небо и землю, шесть дней творения. Это та же, в принципе, идея, которую потом выразил этот Дарвин, да, в теории эволюции, что как оно все развивалось. Вот вам шесть дней творения, тоже вот воды, потом растения, потом животные, потом человек, да, все, Дарвин украл это в Торе, просто взял, значит, скатал из Торы всю свою теорию. хорошо, и присвоил, только сказал, что не Бог, например, но опять же, я про Дарвина рассказываю, я Дарвина не читал, я думаю, что все атеисты, вот ни одного я не видел человека, который бы изучал теорию Дарвина, вживую, все верующие, все атеисты верующие в теорию Дарвина. Дальше идет история, как Абрам, он соединился с Богом, что Бог ему пообещал, как он поверил обещанию Всевышнего и пошел, и пошел, значит, из Урказдима, из Междуречия, туда, где Ирак, он там жил, и он пошел куда, пошел он в, значит, в сторону земли Израиля, пришел, а там место благодетствия было, он спустился в Едипет, в Едипте у него уходили украсть жену, дальше, он ее забрал обратно, потом, в общем, все идет, как раз, человек изучает, как устроен мир, да, он тоже думает, а, вот пришел Авраам, значит, в Едипет, и что, он говорит с Сарей жене, слушай, люди здесь живут, не очень, да, не боятся они Бога, и давай для безопасности скажи, что ты моя сестра, что если они будут знать, что ты моя жена, так они меня сразу убьют, чтобы тебя забрать, а если сестра, они меня попросят выдать тебя замуж, да, забрать тебя законно, и пока, значит, у нас будет время все время убежать куда-то, что-то придумать, скрыться, понимаете, то есть, это, как бы, сразу понятно, какие-то законы психологии, человеческие законы, все, потом история с, когда он женился, не было у них детей, и хотя Бог сказал, Бог сказал, что будут дети, да, но не было детей, и он, значит, он верующий, Авраам верит, он говорит, что Бог сказал, значит, будет, а ему уже там 80 лет, 85 лет, да, 87 лет, и тут, значит, Сара, которая тоже немолодела, его жена, она говорит, надо сделать милосердие, надо сделать милосердие, то есть, Бог же ему пообещал, что будут дети, значит, я его жена, получается, я торможу ему, чтобы у него были дети, и она делает шаг такой, прямо, оп, и говорит, вот тебе моя служанка, пусть будут, у тебя пусть будут дети, от нее, значит, ну и так далее, оп, появляется Ишмаэль, и появляется, как бы, соперник, конкурент иерийского народа с тех времен, 4 тысячи лет, потому что от Ишмаэля пошли, тоже 12 колен, и это арабские племена, и в одном из арабских племен, которая прямая была, как сказать, прямая родословная, до Ишмаэля, родился человек по имени Мухаммед, который потом стал пророком Мухаммедом, и вот эта вот конкуренция, Ислам, Ишмаэль, да, это то же самое, один Бог, одна религия, но начиная прямо с Ишмаэля и Ицхака, между ними была дикая конкуренция, но Бог сказал, что через Ицхака пойдет твое потомство, и с тех пор идет вот эта вот конкуренция, которая продолжается до сих пор, вы представляете, в следующем поколении, Исав и Яаков, Яаков, который получил имя Исраэль, то же самое, Исав хотел убить Яакова, потом он решил, что ему духовная не нужна вообще составляющая, потому что, зачем ему духовная составляющая, я материалист, живу в этом мире, потом он пожалел об этом, хотел убить Яакова, потому что понял, что в этом мире благополучие, оно идет не от того, что ты делаешь и как ты делаешь, а благополучие идет все равно от духовной части, от Всевышнего, и он понял, как же я отдал эту духовную часть, хотел забрать обратно, но уже Яакову Исраэлю, уже то, что духовное произошло, произошло, и, но там была еще одна интересная вещь, что духовное, нельзя получить просто так, подарок, да, вот то, что мы сейчас учим, что духовное идет, есть 48 инструментов получения Торы, это самоотверженная работа, это постоянное желание, было там в договоре, что вот эта земля, земля Израиля, будет получена на условия, Аврааму Бог сказал, что твое потомство будет рабами в чужой земле, и будут их угнетать, для того, чтобы выработать те качества характера, когда знаешь, что у тебя есть хозяин, Бог это хозяин, да, который тебе сказал делать, и ты должен делать, ты не можешь не делать, и было обязательно условие, вот этот спуск Едипет, и что Исав сказал, мне говорит, так я не согласен, я не согласен, то есть такая цена за духовность для меня большая, и Исав, значит, ушел, ушел из земли Израиля тогда, да, помните, уже Якова встретил, это все изучается в Торе, это так все интересно, невероятно, теперь, но, мы здесь дальше учим в этой книге, врата Торы, учащийся должен быть расторопен и осторожен в занятиях своих, так как ремесло изучения Торы не похоже на другие ремесла, тот, кто изучил другое ремесло, он не забудет его, вот даже если не будет им заниматься несколько лет, то есть, сейчас я вам, это очень такая важная информация, а изучающие Тору и не повторяющие изученное, скоро все забывают, представляете, почему, это логично, пишет автор, все прочие ремесла требуют внимания только тогда, когда их изучают, они не требуют внимания, когда ими пользуются, человек делает свое дело, может думать о чем угодно, но не так обстоит дело во время изучения Торы, внимание требуется, чтобы понять изучаемый вопрос, и не отвлекаться на мысли о чем-либо другом, поэтому, ну и так далее, здесь смотрите, что получается, только в нашем поколении, открыли психологи, что, что, у человека есть три мозга, есть мозг инстинктивный, есть мозг эмоциональной, лимбической системы, мозг влекопитающих, есть неокортекс, это мозг человека, там где все речевые центры, внимание и так далее, теперь получается интересная вещь, когда человек изучает какое-то ремесло, то ему нужно включать свое внимание и интеллект, да, только в момент, когда ты, когда ты изучаешь, например, человек научился, там на конвейере что-то делать, или человек научился зашить, или человек научился водить машину, он, когда он учится, ему нужно включить внимание, когда он научился, он может уже вести машину, а внимание его где угодно, петь песни, слушать музыку, слушать подкасты, разговаривать по телефону, то есть его тело знает, что делает. Теперь получается, что когда человек изучил какое-то ремесло, он его запрограммировал в свой вот этот вот инстинктивный мозг, мозг млекопитающих, и в свое тело, и в свое подсознание, в долговременную память. И он на автомате может делать это действие. Ему не надо внимания, он может находиться где угодно. Но Тора – это знание. И Тора, она так устроена, что Талмуд, например, это интеллектуальные вопросы и разбор разных ситуаций совершенно со всех ракурсов. Причем разбирается даже вопрос, а почему, например, кто сказал, что там, я не знаю, Бог, он именно вот такой. Откуда мы знаем? То есть на все задаются вопросы. Тора – это интеллектуальная полностью система, которую, если ты отвлекся, то ты не можешь отвлечься. Например, человек читает наизусть какой-то текст, да? Он читает этот текст. Ему в это время говорят, слышишь, там, как пройти на ту улицу? Он не может одновременно текст читать и ответить на вопрос, как пройти на ту улицу. То есть он должен тогда остановиться в этом тексте. И все. То есть Тора требует твоего постоянного внимания. Поэтому это отличается от всех других ремесел. И когда ты изучаешь Тору, ты пытаешься понять и запомнить. Когда ты ее запомнил, ты можешь ее повторять. Но если ты перестаешь внимание свое уделять Торе, то твое внимание тут же улетает. Улетает куда-то, и все складывается. Я когда-то учил наизусть пертеевод. И я когда-то знал там несколько глав, потом перестал повторять меньше, 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 меньше. Сейчас там, если я одну главу вспомню первую, которую я больше всего повторял, это будет большое счастье. То человек, который хочет перейти на свой высший уровень человечественно-интеллектуальный, он изучает Тору. Внимание его направлено на Тору. Он через Тору соединяется со Всевышним. Он через Тору обдумывает, что ему делать. Через Тору он знает, что ему делать. Он знает, как поступают. Он знает, что такое добро, что такое зло и так далее. Дальше мы узнаем, мы пока где-то, я думаю, еще неделю мы будем изучать врата Торы. И потом последнее у нас будет врата. Страх перед Богом, трепет перед Богом. И как раз мы подойдем к Рожжи-Жана. Сейчас мы находимся в месяце Луль. Подготовка к Рожжи-Жана, к Новому году. Месяц Луль это месяц самоанализа. Месяц того, чтобы исследовать свои пути. Раскаяться, если делать что-то неправильно. И взять на себя решение делать что-то лучшее в следующем году. И удостоиться в суде хорошего года для того, чтобы делать именно ту духовную работу, которая нужна. Поэтому я рекомендую взять на себя проще всего дополнительное изучение Торы. И если тысячи людей, которые сейчас слушают ради Торы Вайкра, удвоят то время, которое инвестирует в эту духовную работу, у нас уже будет 60 тысяч часов просмотра урока Торы. А если мы сегодня вот прямо хорошо спланируем и с вашей помощью, у нас есть партнеры, спонсоры Вайкра, которые жертвуют по 50 долларов в месяц, или по 100 долларов в месяц, или по 18 долларов в месяц для развития проекта, для поддержания проекта, для расширения проекта. Значит, мы сможем все больше и больше расширяться. И с Божьей помощью вот сейчас будет в 11 следующий урок для партнеров и спонсоров. Значит, мы будем изучать, как стать богаче, материально и духовно, для того, чтобы больше делать добра в мире. Я уверен, что вместе мы придем к миллионам часов изучения Торы, сделаем много циклов, уроков, которые нужны. Вы можете писать запросы, что вам нужно, что вы хотите изучать, какие книги, какие циклы хотите, потому что мы взяли на себя именно ответственность нести свет Торы. Все, удачи, успехов! И чтобы Всевышний, как есть такое благословение, и молоко, и Мишелот, и Беха, и Литоватеха, чтобы Всевышний наполнил все запросы твоего сердца для твоего добра. Что у каждого из нас есть запросы, то, что нужно ко Всевышнему. А Всевышний, он эти запросы наполняет, но чтобы это наполнение было и для добра. Потому что, знаете как, голодный хочет кушать, покушал чуть-чуть, полезно, больше, нормально, переел, вредно. А очень переел, бывает, что даже может не выжить. Поэтому то же самое с запросами ко Всевышнему, что Всевышний иногда нам не дает для нашего добра то, что мы у него просим. Все, до завтра.